Добрый день! Я рад приветствовать вас на информационном ресурсе для разработчиков ITVDN. И мы продолжаем с вами курс HTML5 CSS3 Advanced. Сегодня у нас последний урок, который будет посвящен практике. На нашем занятии мы разберем основной макет страницы, который был сверстан с помощью полученных знаний и технологий. Давайте посмотрим на этот рисунок. Это обычная статическая страница, в которой есть хедер, есть информация по поводу пользователя, есть также элемент формы очки. Ночко уменьшим, увеличился и на размер. Также есть возможность отображения анимаций, перекода. Это крит-сетка, с помощью которой мы рассматривали. Также есть информация про прочтение данных, подключенные видео. Как вы видите, здесь тоже динамично все. Геокарта и отображение футера. При изменении моего браузера, видите, у меня страница становится более адаптивной, изменяется изображение, изменяется расположение относительно сетки. Если делать самым маленьким форматом, то видим, как встали блоки, удалился текст. Блоки стали равномерного формата. Изменьшился шрифт одного из заголовок. Также наш фотоальбом уменьшился. Формочка стала в ряд. Здесь информация осталась картинкой только названия и определение самих кнопок. Вот, что нам предстоит сделать на сегодняшнем занятии. Давайте теперь перейдем непосредственно в примеры. Код для того, чтобы начать создавать наше приложение, подключить к нему SAS, GALP и отображать все это браузер с помощью синхронизации. Для начала мы должны понимать, что для установки SAS и GALP у нас должен быть установлен Node.js, в котором мы будем пользоваться пакетным менеджером. Давайте перейдем в консоль и создадим на нашем рабочем столе папку с проектом. Посмотрим. А действительно, эта папка создалась. Проверим NPM, если у нас в нашем компьютере... Окей, NPM у нас присутствует. Очень хорошо. Теперь давайте создадим package.json подобный пап, которым мы будем описывать наш проект, а также вписывать зависимости от каких-то модулей. Команда NPM и NIT в данной папке создаст нам файл package.json. Выбираем имя. Только нижняя буква. Персия, писание, вечерство, автор. Давайте в май просто будет лицензия. Окей. И мы создали package.json. Только забыли перейти. Давайте его вот сюда отправим. В майпроект. Конечно же, нам надо перейти в эту папку. Окей, супер. И я подготовил сразу набор картинок, которые нам пригодятся. Давайте их возьмем, перетащим в этот пример, в эту папку Spray. Вот они есть. Но будет неудобно отображать картинки и наши файлы CSS, и SASS, и также индекс HTML. Возможно, в будущем мы захотим подключить сюда какую-то англогику, JavaScript или библиотеки. Давайте создадим папку нашего аппликейшна. Назовем ее просто App. И в картинке все перенесем эту папку. В этой папке также давайте создадим папку S-CSS. И просто CSS. Для чего? Для того, чтобы мы видели, что все наши файлы, которые скомпилированы вот здесь, они были преобразованы в один единый файл, и он не где-то у нас считался бы у проектора, а был сконфигурирован конкретно в эту папку. Также здесь мы в будущем создадим имени XHTML, который определит нашу структуру разметки. Но сейчас давайте поработаем с пакеджейсоном. Перейдем в консоль. Вот. Мы сейчас находимся в MyProject. И нам надо установить зависимость от модуля GAU. Определяем NPM Install GAU CIP. И вот мы видим, что произошла установка, и в данный момент уже есть зависимость от этого модуля. Но мы это посмотрим немножко потом. Давайте теперь установим GALPSAS. И пока у нас происходит загрузка, мы откроем Visual Studio. GAUPSAS у нас установился. Теперь мы откроем папку с нашим проектом. Мы установим еще один модуль, который нам понадобится в конце этого практического занятия. Модуль называется BrowserSync. Откроем папочку, видим, что у нас есть нот-модули, которые установились. и package.json. Давайте рассмотрим его. Если все хорошо, то должны были установиться две зависимости. Третья пока что еще загружается. Да, действительно, это так. Зависимость от GALPSAS. Здесь все хорошо. Пока у нас устанавливает третий модуль. Я предлагаю зайти в этот же проект и создать в нем файл GALPS файл.js. Ничего для того, чтобы мы сразу задали в нем таски. Какие мы будем запускать и отслеживать. Итак, вы видите, что создался GALPS файл. И теперь давайте в нем попробуем создать несколько тасков. Для начала установим переменные отправить зависимости к локальным модулям. Заделим наши переменные. Первая зависимость у нас от модуля GALPS, который будет производить сборщик. Затем вторая зависимость должна быть от компилятора GALPSAS. Называем просто переменную SCSS. И третья зависимость от модуля, к которому мы сделали запрос на подключение. То есть BrowserSync, который у нас в данный момент устанавливается. Окей, мы создали три зависимости. Теперь нам надо задать таски. Первая таска это Task BrowserSync. Для чего служит этот модуль? Для того, чтобы мы могли загружать в наше приложение в новом открывающемся окне, который предоставит нам вот этот модуль. Он предоставит нам не просто приложение, а приложение на сервере. И также запустив данный сервер на любом из девайсов, который подключен к сети, можно также будет запустить это приложение. И аналогично будет происходить все обновления самого сервера, причем вживую. Давайте сделаем эту таску. Назуем ее BrowserSync одноименное. Будет выполняться функция, которая в итоге содержит объект. Объект принимает свойства сервера. И для того, чтобы определить, какая часть будет у нас сервер, мы определяем свойства BSD. Наша папка R. То есть наша папка, в которой будут вложены все файлы. Это создадим вторую. Для того, чтобы наши файлы могли рекомпилироваться. Назовем ее Compile и определим, что для начала мы будем искать наши файлы в папке app, все файлы в папке scss. Все папки возможные и все файлы с составным расширением. Там их будем находить. Мы будем воспользоваться нашим модулем galsas вызывать метод scss в то, чтобы мы могли компилировать наши файлы в привычный css формат. Далее мы должны конечно же этот формат, который мы преобразуем куда-то положить. Мы определяем тест, то есть направление наших файлов, куда мы будем компилировать psss. папочка, которая находится в apt. И далее мы должны использовать еще один метод. Мы используем browser synth, наш модуль подключения. В нем вызываем метод relore. И определяем, что при перезагрузке мы используем вот такой параметр stream true. Это будет значить, что мы будем оставаться все время онлайн и при перезагрузке, при компиляции наш сервер localhost будет обновляться. Это вторая таска. И третья таска. Назовем ее и во-первых эта таска должна запускать сразу два метода. Нам не будет все время комфортно запускать browser sync или compile. Мы сразу при запуске метода watch нашего таска будем выполнять две команды. Compile и второй браузер sync после чего будет выполняться функция. Функция будет следить за двумя параметром. Первый параметр это будет функция следить за всеми элементами в папке app а конкретно в папке scss возможно за всеми папками за всеми файлами с расширением scss и в случае изменений мы вызываем метод compile нашу таску и второе за чем должен следить этот метод botch это за элементом html который находится в папке app и в случае если он изменится то мы берем browser sin и делаем reload называем на нем данный метод на этом принципе все мы создали с вами три таски browser sync compile и watch причем watch зависит от двух тасков давайте перейдем сюда да действительно у нас browser sync установился если перейдем в package json мы видим что три зависимости установились давайте просто для проверки создадим индекс html файл здесь определим что у нас есть параграф glow world для проверки того как мы создали наш проект и как мы сможем выполнять вот эти таски галфа будет называться файл main css зададим URL в stylesheet теперь создадим в css папке новый файл stylesheet назовем его main scss мы будем использовать метод sassy пишем что параграф будет содержать такую функцию color darken знакомую нам возьмем red и напишем 20% мы хотим изменять наш цвет окей давайте теперь вызовем метод botch мы в нашем проекте определяем gal botch вот что запускается компиляция затем браузер синк затем watch видим что у нас темно-красного цвета отобразился наш файл если мы перейдем main.css то мы видим что цвет поменялся причем добавился файл в нашу папочку и смотрите если я сейчас поменяю здесь цвет на green синк на зеленый без обновления браузера у меня сразу обновляется свет и этот браузер синк позволяет выполнять синхронизацию с браузером моментального обновления теперь мы с вами начнем наконец-то верстать наш проект наше приложение разбивая его на отдельные файлы и создавая файлы со стилями окей в данный момент у нас с вами запущен сервер и мы видим что запущена страница нашего сервера наше приложение app давайте для начала начнем разметку выполнять перейдем в индекс html и я бы хотел добавить сюда какой-то красивый фон давайте возьмем освальд скопируем и вставим вот здесь у нас будет один файл и давайте также изобразим иконку для нашего приложения обновим посмотрим нашу страницу да действительно добавилась иконка все окей синхронизация с браузером работает давайте начнем выполнение кода для начала мы определим хедер заголовок наш хедеру зададим класс grid так как кнопки в нем будут адаптивные и и в самом хедере мы также создадим див с классом давайте создадим хедер контейнер родительский элемент и он также будет grid и в этот див мы вложим с вами название нашего сайта в h1 напишем давайте my first и внутри под h1 создадим еще один див который будет создать в нем кнопки создадим три кнопки не будут никуда вести создадим класс будет для каждой кнопки свой класс btn и также будет давайте возьмем три кнопки назовем их btn html btn css и btn javascript обозначим конечно же их название css3 ok видим что здесь у нас все подтянулось хорошо поэтому мы будем работать только с разметкой со стилями мы не будем обновлять нашу страницу наш компилятор будет сам преобразовывать выполнение кода перейдем в css здесь здесь мы удалим наш параграф я предлагаю создать отдельный файл фрагментов для наших кнопочек давайте создадим buttons и также создадим файл buttons назовем его нижнее подчеркивание buttons css давайте здесь теперь опишем стиле для наших кнопочек класс button для начала давайте наверное начнем все-таки с хедера ставим точку запятой и в самом начале мы объявим с вами нужные цвета мы хотим чтобы три кнопки были трех разных цветов создадим три переменные color blue color будет у нас orange давайте создадим color green зададим три каких-то интересных цвета окей теперь мы создадим три размера основных наших нулевой так как мы будем часто использовать этот показатель размер 100 и примерный отступ такой средний возьмем 20 давайте 10 пикселей здесь мы воспользуемся 10 пикселей и здесь будет 100 ну пока безразмерно так как мы можем использовать как коэффициент процент так и пиксель остальные в принципе нам понадобится только значение пикселей size и size теперь нам надо использовать такую переменную как position и назовем ее центр часто будем использовать наш текст по центру или нашу картинку по центру давайте также подключим наш шрифт который мы с вами используем назовем его font font asphalt тот который мы с вами подключили и font second ну давайте возьмем sans сериф нравится мне этот шрифт нам надо будет также переменные серого цвета и черного окей мы создали с вами основные переменные которые будем использовать давайте начнем теперь с тела документа пишем body будет у нас padding видите visual studio сразу подсказывает что есть какие-то переменные margin также будет zero size и давайте зададим всему тело документа цвет для начала color color dark теперь для нашего контейнера внутри мы создадим кнопки перейдем к кнопкам и вот у нас есть один класс button во-первых мы должны задать что отображение кнопок будет inline блок зададим их таким форматом border none color и цвет здесь мы зададим цвет наших кнопочек lighten color dark здесь возникла какая-то ошибка давайте еще раз запустим нашу синхронизацию что возникла ошибка не увидел сначала такой файл но затем мы его создали подключим сюда наш второе второе окошко для того чтобы видеть цвета color dark сто процентов text decoration конечно же мы уберем и зададим padding для наших кнопок давайте size main примерно на 1.5 будет 15 пикселей по высоте и ширине и по высоте точнее по ширине size main на 5 проверим работает ли у нас все здесь еще не запустилась команда gulp что шрифт font size ну примерно давайте на 2 20 пикселей отступ между буквами зададим 1 и 5 радиус дим радиус для нашего элемента size main деленное на 3 давайте даже меньше на 2 text line конечно нам надо взять выровнять наш текст возьмем position поэтому и задали это переменной центр далее width ширину зададим size main умножим на 13 давайте посмотрим как это будет выглядеть в 130 пикселей также мы зададим курсор pointer font family зададим для наших кнопок font main проверим какой это шрифт font main и зададим также margin внешние отступы давайте size main и opacity opacity мы зададим 0.9 окей теперь давайте создадим для каждой кнопки функцию перехода и само функция отображения цвета мы не будем выходить отсюда мы хотим чтобы у нас transition вспоминаем наши свойства анимации все свойства за 0.6 секунд с помощью из функции скорости перехода теперь так же зададим button html background color мы зададим у html давайте color orange и зададим кей box shadow мы не будем сейчас делить напишу просто 3 пикселя 3 пикселя по оси xy 7 пикселей распространения и возьмем darken color orange давайте на три пациента сохраним и смотрим окей наша кнопочка html готова то же самое сделаем для css и javascript поменяем цвета немножко сейчас будет blue и теперь нам надо выполнить переход какой у нас будет переход давайте зададим так же псевдокласс color для наших трех элементов мы будем менять background color затем менять наш цвет давайте на 5 процентов и box shadow конечно же поменяем 3 пикселя 3 пикселя здесь мы оставляем 7 пикселей darken 25 процентов давайте посмотрим как это будет сильно мы как-то добавили окей то же самое давайте добавим для двух элементов кнопок только мы возьмем поменяем везде цвет соответственно здесь будет color blue давайте сделаем синий немножко светлее цвет окей мы создали с вами кнопки и стили для кнопок пока что buttons нам пока не пригодится давайте работать с главным нашим элементом мы написали в нем только стили для боли теперь давайте зададим стили для всех элементов с классом grid дисплей grid то чтобы воспользоваться технологии grid сетки далее давайте что мы сделаем зададим для именно этого элемента с классом grid зададим свойства ну во-первых мин чтобы размер был на весь экран при отображении без разницы на каком из девайсов плюс vh viewport это значит что на весь процент экрана на сто процентов будем background с cover мы поместим сюда background картинку так ее назвал для хедера позиция и лейти и зададим для позиция позиция и line контент то что выровнять наш контент а контент у нас какой заголовок h1 и кнопки давайте посмотрим это супер у нас возникла такая картинка текст и наши кнопочки тупые opacity мы сильно много задали 95 вот так лучше хорошо теперь нам надо задать какой темный фон немножко затемнить нашу картинку для этого в хендер grid я воспользуюсь вот таким понятием как псевдоэлемент я описываю что контент будет пустая строка далее background color color gray я хочу использовать серым цветом затем я задам opacity 0.65 мы должны задать растяжение нашего псевдоэлемента before size bottom left right и давайте зададим теперь position absolute ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео специально для вас мы подготовили приятный бонус воспользуйтесь промокодом который видите на экране и получите скидку 15% на все курсы айтвден